И сегодня мы с вами поговорим, наверное, для начала про облака в общем. Я уверена, что вы многие о них слышали, но было бы неплохо освежить эти знания. И поговорим про такой интересный сервис, который предоставляет Azure платформа, который называется мобильный сервис. Пару слов, наверное, о том, как я начала заниматься вообще облачными технологиями. Да, я работаю уже четвертый год в дата-арте, я пришла на позицию практиканта. И мне очень повезло, моим ментором был человек, который был очень увлечен тем, чем он занимается. Он занимался как раз облаками. И вот, наверное, это очень важно, когда тебя учит человек, который увлечен, потому что это увлечение, оно передается. И уже вот 4 года я интересуюсь тем, как развивается эта технология, что появляется новое, что может быть пропадает, как ее лучше применять. И в общем это все очень интересно. Я очень хочу поделиться с вами частью своего опыта. Я надеюсь, вам тоже это понравится, и вы тоже захотите поглубже узнать эту технологию, разобраться с ней и, возможно, тоже работать с ней в дальнейшем. Итак, мы поговорим сначала о том, что такое облака в общем. Потом поговорим про мобильные устройства. Ну, то есть мобильные сервисы, первая ассоциация сразу с мобильными телефонами. То есть разберемся, какое имеет отношение вообще облачные технологии к мобильным телефонам. Потом мы разберем определенную задачку, на примере которой мы потом будем смотреть, как мы именно применяем эту технологию. Посмотрим, как работает готовое приложение. И по деталям, по кусочкам разберем, как оно было построено. То есть приложение примитивное, которое вы, в принципе, можете сами быстро написать и использовать в вашей повседневной жизни, если вам оно будет нужно. Итак, почему же облака? Технология облачного вычисления, слова появились достаточно давно, но их значение немножко менялось. То есть изначально облачными вычислениями называли даже просто какие-то распределенные вычисления не у вас, а где-то в облаках. Сейчас облачная платформа – это определенный большой набор сервисов, который вы можете использовать для достижения каких-то ваших задач. Вот, например, такая задачка. У вас появилась какая-нибудь идея. Вот я хочу запустить такой-то интернет-магазин, предположим. Я там продаю какие-то суперклассные хендмейт атрибуты, и я хочу посмотреть, насколько ребята будут реагировать на… будет ли спрос на такие товары. Вы пишете небольшое приложение, сайт, у вас небольшой бюджет, вы размещаете его у вас на компьютере, ваш компьютер на ночь вы не выключаете, к вашему сайту имеет доступ пользователей извне, он может выдержать, ну, предположим, 10 пользователей одновременно. Потом вы смотрите, что ух ты, этот сайт приобретает успех, и 10 пользователей – это уже мало, мне надо 100 одновременно. И думаете, так, мой компьютер уже не справляется, я могу устроить у себя в квартире серверную. Нет, наверное, у меня площади не хватит, или денег на сервера, да и вообще я не хочу с этим всем возиться, давайте я куплю какой-нибудь сервера в каком-нибудь центре, который предоставляет хостинг, предположим. Отлично, ваш сайт теперь поддерживает 100 запросов в минуту, пускай даже тысячу. И тут в какой-то момент вы понимаете, что вы выходите на глобальный рынок, что у вас очень много пользователей, они у вас бывают днем, ночью, и даже вот те сервера, которые вы купили, у вас уже не справляются. Мы приходим к первому преимуществу мобильных платформ в том, что они предоставляют масштабируемость практически всего, практически в любой момент времени. То есть это происходит очень просто, быстро и удобно, и вам не надо об этом думать. Вы думаете о том, что вы делаете в плане разработки, но вы не думаете в плане размещения и нагрузки. Это первый момент. Второе, что предоставляют облачные провайдеры. У вас успешный, классный проект, у вас много посетителей, у вас много пользователей, и в какой-то момент на, предположим, это тоже будет набор серверов, у него падает метеорит. Ура! Вы хотели, чтобы у вас именно в этот день было 100 тысяч заказов, вот, но не сложилось, и теперь вам надо, у вас там данные, у вас там все пользователи, вся история заказов, все, в общем, все. И что делать? Большая часть облачных провайдеров, это не только касается Microsoft Azure, это касается, например, Amazon и того же. Они поддерживают так называемую репликацию. То есть, когда у вас есть какое-то приложение, вы выбираете определенный регион, в котором оно будет размещаться. Но не спрашивая вашего разрешения или согласия, если у вас только не бесплатная подписка коммерческая, ваше приложение всегда будет дублироваться еще где-то. Причем территориально оно будет где-нибудь на другом конце земного шара. То есть, это такая защита от метеорита. Причем это вполне серьезная, обоснованная аргументация, почему делается именно так. Вот, поэтому облачные провайдеры обеспечивают хорошую надежность того, что вы им предоставляете. Они в таких случаях, вот, грубо говоря, падение метеорита, они обещают, что ваша работа полностью будет восстановлена за 20 минут. Вы никогда не сможете достичь такой эффективности, если вы будете работать со своими серверами, если у вас даже будет хотя бы просто ваше приложение в одном месте. И, наконец, последнее, но очень важное, это то, что сейчас большая часть мобильных, облачных прощения провайдеров предоставляет очень много сервисов. То есть, это велосипеды, которыми можно пользоваться. Это то, что у нас уже есть, то, что мы используем практически в каждом проекте. И чтобы не писать один и тот же код, строить одну и ту же архитектуру, многие такие вещи уже есть. И их можно просто взять и думать только о том, что специфическое только для вашего проекта. Таким образом, главные тезисы о том, почему же все-таки облака, это то, что они предоставляют масштабируемость, надежность и большой выбор сервисов для вашего приложения. Про телефоны. Ну, телефон, смартфон, я думаю, что есть практически у всех. Поднимите руку, у кого больше двух устройств, больше одного устройства мобильного. Вот, есть люди. А у кого эти мобильные устройства с разными системами, то есть там Android, iOS, Windows Phone, вот, тоже есть люди. Отлично. То есть мы приходим к тому, что реально сейчас большая часть повседневных задач, которые раньше мы выполняли с помощью персонального компьютера, они перешли к нам в карман, и мы действительно пользуемся ими с наших телефонов. Часто нам хочется, вот, особенно меня поймут те, у кого два разных устройства, хочется к одним и тем же данным иметь доступ с обоих устройств, и при этом не чувствовать большой разницы в поведении, скажем, программ, которые у вас доступны на разных устройствах. Если устройство одно, ну вот, например, тот же Apple, он предполагает то, что вы можете синхронизировать устройства друг с другом, и вообще вот как будто вы пользуетесь одним и тем же, только у вас, не знаю, разрешение разное. Вот. В случае кросс-платформенности, когда у вас есть Android, iOS, Windows Phone, еще что-нибудь, задача усложняется. То есть если вам надо писать какое-то приложение, вам надо писать под одно, под вторую платформу, под третью, ну, то есть три раза писать, например, один и тот же код, неудобно. Поэтому стараются придумать что-то, что может это все дело объединить и писать один раз, и использовать везде. Что еще, почему мобильные сервисы, как они будут связаны с облаками? Ваши телефоны, ну, я уверена, в большей части, всегда подключены к интернету, ну, или в большей части случаев подключены к интернету. Поэтому большая часть приложений вполне может использовать какую-то логику, которая не находится конкретно, не работает без подключения интернета, оффлайн. Она работает только с подключением интернета, но без интернета она вам особо не нужна. Это экономит ресурсы вашего мобильного устройства, память на нем, и, в общем, в принципе, позволяет более гибкие возможности для синхронизации между вашими устройствами. Поэтому мы плавно переходим от персональных компьютеров к мобилкам. У одного человека их может быть одна, две, наверное, может быть, есть случаи, когда три больше. Это, кстати, вариант, когда какими-то программами пользуется несколько человек одновременно, но вам нужен иметь какой-то свой аккаунт. Ну, самый такой простой пример – это какое-нибудь планирование семейного бюджета или списка покупок. Вот когда там мужу с женой надо что-то купить вечером, но они не знают, кто из них что купил. Так посмотрели на приложение, мне осталось купить то-то, то-то. Купил это, отметил, жена уже сразу видит. Ага, это все куплено, отлично. Приложения ваши всегда практически пользуются интернетом, так или иначе, и вот то, что они должны быть компактными именно в плане файла, который будет храниться у вас на телефоне. Собственно, я вот начала говорить про список покупок. Приложение, которое мы сегодня рассмотрим, это список задач. То есть это примитивнейшее приложение, которое вы можете скачать, зайдя на Azure портал и сразу посмотреть, рассмотреть, как реализовано там. Мы сейчас-то посмотрим. Там есть базовый функционал, как работать с Azure сервисами. И, собственно, вы можете пользоваться. То есть вы вводите, так, надо сделать какую-то задачку. Задачки можно отредактировать, имя задачку можно удалить. Ну, собственно, проблема в том, что вот если вы пользуетесь этим приложением, вы, ваши родители, ваши парни, девушки, ваши друзья, и вам нужна какой-то унифицированный список задач. И у кого-то там Windows Phone, у кого-то iOS. Что делать? Писать три приложения. Как, где хранить данные общие. В общем, вопросов появляется очень много. Если рассматривать их каждый по отдельности, у нас выстраивается достаточно большая пирамидка из трудозатрат, которые надо потратить на то, чтобы получить то, что мы хотим. Поэтому есть очень… Вот такой вот список проблем, которые мы можем выделить. Но у них у всех есть решение, что приятно. На самом деле в большей части проблем всегда есть решение. Я вот чего еще не сказала, что иногда бывает, что есть определенные данные, возможно, они уже используются каким-то приложением, а вам хочется сделать что-то маленькое, но уже их переиспользовать. В таком случае тоже можно написать… Вот сейчас я вот хочу как раз вам показать. Мы будем писать с вами вот такое приложение с использованием Azure Mobile Services. Это сервис ажуровский. С использованием PhoneGap. Я еще ничего об этом не сказала. Это такой фреймворк, который позволяет писать код один раз, а потом компилировать его для нескольких платформ. Ну, то есть вы можете написать одну команду Compile для iOS, вторая команда Compile для WinFone и третья команда Compile для Android. И у вас готовы три приложения, а не одно, как если бы вы писали нативные. Кроме того, вам для разработки понадобится Azure SQL. Это база данных. Собственно, то, где будут храниться все ваши данные. Это тоже сервис, который предоставляется Azure. Собственно, он работает независимо от Mobile Services, но в Mobile Services есть специальный функционал, который позволяет удобнее работать именно в контексте мобильных сервисов с Azure SQL. И вам понадобится одна из, или несколько, в зависимости от того, как вы хотите, для скольких платформ разрабатывать приложения, вам понадобится SDK или Android, или Visual Studio. Я покажу на Visual Studio. Или вот Xcode, если это iOS. Давайте посмотрим, как это дело будет работать. Нет, PhoneGap – это абсолютно независимая фреймворк. Вы видите, запускается эмулятор. Это эмулятор Windows Phone 8, который идет в Visual Studio Express 2012. У нее есть реальный период на 30 дней. Можно попробовать его посмотреть. Так, ваше приложение. Собственно, банально. Можем добавлять новые задачи. Ага, здесь у нас есть валидация, которая показывает, что мы просим минимум 10 символов для создания нового, для имени новой задачи. Собственно, пускай будет… Вот у нас появляется таск. И что мы можем сделать с нашим списком задач? Мы можем отметить задачу как выполненную. Ну, собственно, что у меня тут есть выполненная. Презентацию я подготовила. И мы видим, что у нас удалилась эта задача. Мы можем удалить задачу вообще из списка как не необходимую к выполнению. Ну что, наверное, эту удалю. Отвечать на вопросы придется. И мы можем отредактировать имя. Ну, пускай это будет. Вот так. Мы видим, что когда обновляется страничка, у нас все обновилось. На этом пока остановимся и вернемся к презентации. Вот такое приложение мы сейчас будем рассматривать. Я уже говорила про Azure Mobile Services, что это определенный сервис, предоставляющийся Azure для чего? Сейчас я вам расскажу, как его создать, а потом я расскажу, для чего. Создается он вот эти слайды для того, чтобы показать, что его создать очень быстро. Мы заходим на Azure портал, Azure.com, нажимаем создать мобильный сервис. Что важно в мобильном сервисе? Его URL, база данных, с которой он будет работать, она должна быть всегда. Без базы данных мы создать мобильный сервис не можем. Регион. Вот это то, о чем я говорила, это защита от метеорита. Вернее, тот регион, который вы выбираете здесь, это тот регион, где будет размещено ваше основное приложение, то есть основные данные. Рекомендуют, если вы знаете, что у вас, например, будет большая часть пользователей из Украины, выбирать регион поближе территориально к Украине. То есть если вы выберете Америку, то ваше приложение может работать медленнее, потому что пока там через океан дойдут ваши информации через интернет. И вы можете выбрать, в каком языке вы будете писать сервисную логику. Вот я тут выбрала JavaScript, наверное, собственно, для того, чтобы показать, что Microsoft Azure сейчас работает не только с дотнет-технологией. Они сейчас стараются переходить в сторону кроссмотра, кроссплатформенности, и поэтому вот можно, например, использовать Node.js. В этом приложении будет использован Node.js в качестве бэкэнд-логики для сервисов. Извините. Много языков. Давайте я после доклада вам перечислю. Смотрите, если у вас создание новой базы данных, вы должны указать имя базы данных, создать новый сервер или указать существующий. И, опять же, база данных – это другой сервис, он просто взаимодействует с вашим мобильным сервисом, поэтому вы тоже указываете, в каком регионе вы хотите его разместить. Но, опять же, если вы знаете, что у вас какие-то сервисы будут взаимодействовать, то будет логично их размещать в одном регионе. Скорее всего, они будут в одном и том же центре, на дата-центре, и это будет быстрее просто. И проходит буквально одна минута, и ваш сервис создан. После этого вы заходите на портал, вот заходите, нажимаете на название сервиса, видите такую стартовую страницу, и далее вы можете выбрать одну из платформ, которую вы будете использовать для именно представления для UI вашего приложения. То есть следующим шагом вы будете скачивать уже готовый проект со всеми нужными подключенными библиотеками на нужном языке, с которым вы будете дальше работать. Конечно, можно создавать в других средах окружения эти проекты, можно писать вообще с нуля, но удобнее скачать отсюда. То есть можно скачать нативные приложения для Windows, iOS, Android, просто HTML-приложения. И вот Xamarin и PhoneGap – это два фреймворка, которые предоставляют возможность потом кроссплатформенной разработки. Xamarin очень зависим от… Собственно, чем они отличаются? Xamarin вы все пишете на .NET, а PhoneGap вы все пишете на JavaScript. А потом компилируете и запускаете это приложение под той платформой, которая вам нужна. И вот после того, как вы выбрали в данном случае PhoneGap, вы видите короткий гайд, что вам надо, какие инструменты. Вы можете создать для базового приложения табличку. Это будет таблица в базе данных, которая именно ассоциирована с вашим мобильным сервисом. И скачиваете приложение, запускаете его, все, вы можете им пользоваться. И теперь про то, как это все выглядит. Вот у вас любое приложение, которое работает с данными, так или иначе оно будет соответствовать вот этой структуре. Она может быть во много раз сложнее, но всегда есть представление, это то, что вы видите, это ваши кнопочки, текст, еще что-то. Всегда есть база данных. Это то, это может быть файлик, который находится рядышком с вашим файликом представления, но он всегда будет. И логика это то, что, собственно, будет передавать вам данные из вашего файлика к вашему представлению. Поэтому вот тут я хотела показать, что вот за эту часть отвечает в данном случае Azure, и за логику отвечает Azure Mobile Services. Изначально она у вас уже написана, вы ее можете только немножко модифицировать, если в соответствии с вашими потребностями. Что еще предоставляет Azure Mobile Services, кроме работы с базой данных? Есть полноценный механизм аунтификации с помощью популярных социальных сетей, чтобы тоже не писать вам вручную вашу логику аунтификации. Вы, конечно, можете написать все вручную, и это, и то, что я буду дальше говорить. Но тогда возникает вопрос, зачем вам вообще мобильные сервисы? Пишите все сами. Логика. Сервис уведомлений, push notifications, это то, что вы всегда знаете, когда у вас появляется на телефонах сверху и какое-то сообщение. Надо сказать, что это сервис негарантированной доставки сообщений. То есть никто вам никогда не прогарантирует, что пользователь обязательно это сообщение увидит и прочитает. У него есть много вариантов настройки реализации. Это отдельная тема, очень большая. То есть вы можете настроить его, если пользователь онлайн, он увидит это сообщение. Если пользователь не онлайн, он не увидит. Или если пользователь зайдет онлайн через час, он все-таки, у него еще будет шанс его увидеть. В общем, это нечто такое, это вот уведомление. Увидел хорошо, не увидел, ну, зашел там, прочитал где-нибудь. И планировщик задач, на самом деле, ну так, может быть, не очень понятно, зачем он может быть нужен. Самый такой простой пример, это когда планировщик задач работает вместе с сервисом уведомлений, и, например, каждое утро ваш интернет-магазин или там раз в неделю хочет разослать всем своим пользователям уведомление о том, что у нас большие скидки, заходите к нам, обязательно не пропустите. Вот, то есть как бы чтобы не заходить вручную, не выбирать, что так, вот надо этим, 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 этим пользователям в такие-то, такие-то дни выбрать. Все, есть планировщик, такие-то задачи, в такое-то время, с такой-то очередностью и с таким-то расписанием. Это все, что предоставляется из коробки. Значит, по поводу базы данных. Это SQL-база данных. Вы можете писать к ней такие запросы, которые вам хочется, такие, какие вы можете представить, какие будут корректные. И там есть, конечно, индексация такая, какая вам нужна. Очень приятная вещь, это динамическая схема, это когда вам не обязательно сразу, изначально строить полностью все таблицы. Вам достаточно в процессе разработки, вы понимаете, что у вас, так, надо здесь еще вот эту добавить, а здесь не хватает этой колонки, а здесь надо поменять тип. Конечно, тут есть ограничения, но, в общем, база данных очень гибкая. И даже она поддерживает динамическую схему, когда вы работаете именно с приложением. То есть изначально вы приложение запускаете у вас в таблице 4 колонки, вы сделали какое-то действие, например, вы добавили в таблицу какие-то данные, пользователь ввел, и вы смотрите, ага, таких-то колонок у нас в таблице нет. Ничего страшного, давайте добавим. Иногда это бывает очень полезно. И, собственно, этими данными, как я уже сказала, база данных – это отдельный сервис, он не привязан напрямую к мобильным сервисам, поэтому очень легко можно управлять со всех возможных порталов и устройств, которые есть для этого. То есть это на Azure портале можно управлять, можно в SQL портале, можно SQL менеджмент студии, я думаю, все знают приложение для вашего компьютера, где вы можете работать как с удаленными базами данных, так и с теми, которые у вас размещены. И для него предоставляется REST API. Собственно, REST API предоставляется не только для работы, с базой данных вообще к сервису, но это, собственно, тот механизм взаимодействия, который у нас, тот единственный практически механизм взаимодействия, который у нас есть у нашего телефона с Azure сервисами. То есть все запросы будут идти через HTTP. То есть у вас не будет интернета, сейчас уже есть возможности делать оффлайн-приложения, все равно используя мобильные сервисы. Но это тоже тема отдельного доклада, и, по-моему, это сейчас еще находится в режиме превью, то есть еще как бы бета-тестирование. А вот основная функциональность – это именно… Ну, это вот у вас есть таблица, в ней запись, не знаю, покупка с названием, с тем, сколько купитесь со стоимостью. И вот получить покупку, создать, обновить там стоимость, удалить. Собственно формат такой, ваше название сервиса, Azure Mobile Net – это всегда будет такая приставка, таблицы, имя таблицы, и в соответствии с REST протоколом один из этих методов. То есть если это будет просто тут, да, это будет пост, это создание. Если вы указываете фильтр по ID или какой-то другой, кстати, это будет get, и обновить, и удалить тоже по ID. Вот еще немножко остановимся на базе данных. В любой таблице есть такие колонки. ID создан, обновлен, версия и удален. Эти колонки мы не получаем по умолчанию, когда получаем элемент, кроме ID. ID получаем из базы данных. Но вот они используются для определения времени создания. Ну, собственно, название говорит за себя. И самое главное, что просто надо помнить, что они есть, и не создавать лишнее, если вам в какой-то момент это понадобится. А вот это вот две колонки, которые мы создали с помощью динамической схемы. И наполнение таблицы. ID у нас GUID, boolean тип, здесь таймстемпы, здесь не помню, что. И опять же, вот deleted колонка, это реализация так называемого механизма soft delete. То есть, когда вы удаляете какую-то запись, вы удаляете ее мнимо. То есть, она остается в таблице. Единственное, что пользователь ее не будет видеть. Если вам все-таки надо по удалению записи удалять эту запись, вы можете написать свою реализацию, это очень просто пишется, либо вручную удалять, если это какой-то этап тестирования из таблицы. Так, серверная логика. Значит, как я говорила, вот для мобильных сервисов сейчас два языка для серверной логики поддерживаются. Это либо Node.js, либо если это .NET, то это .NET Web API. Node.js нам предоставляет по умолчанию настроенные таблицы на SQL. И запросы к таблицам у нас скрыты. То есть, мы не пишем сам запрос. Если у нас .NET Web API, то все возможности .NET Web API, которые вы знаете при разработке обычных серверных приложений, пожалуйста, используйте. Можно даже подключать, вот, например, MongoDB, это новый скейл базы данных, или Table Storage, это тоже новый скейл базы данных, специфическая для Azure. И вот самое удобное, что есть в этих самых мобильных сервисах, это то, что вот эту серверную логику, вам не надо никакое окружение, чтобы, никакой среды для того, чтобы ее писать. У вас, вот это вот скриншот с портала, мы сейчас тоже посмотрим еще в жизни, как это выглядит. Вы выбираете таблицу, вы выбираете вкладочку скрипт. И тут есть уже предопределенные скрипты для четырех операций. Вставки, обновления, удаления и получения. Вообще, по умолчанию, скрипт сводится к request.execute. То есть у нас мы получаем, собственно, наш айтем, пользователя, который делает эти действия, и объект, который отвечает за, в общем-то, этот самый запрос. Ну, кто знает Node.js, наверное, для них это вообще очень все близко. И вот это уже дописанная логика для валидации. То есть валидация происходит здесь, и если она не проходит, мы отправляем специальный объект статус-код и некое сообщение, а execute мы не выполняем. И вот я написала на портале этот код, я нажала на портале save, и у меня мое приложение, которое работает просто через интернет, которое я не перекомпилировала, ничего с ним нового не делала, оно будет работать исходя из этой новой логики. Собственно, давайте посмотрим портал поближе. Ага, портал. Сейчас, секундочку. На портал попасть очень просто. Запоминать никаких адресов не надо. Это Azure.com. Выбираем портал. О, да. Знаешь. Что? Принято. Все. Принято. 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 Продолжение следует... Собственно, портал, на котором есть очень много сейчас разных сервисов. Это в терминологии Azure это одна подписка. Нас будет интересовать Mobile Services. Вот эта вкладка. Тут сейчас только один сервис. Мы на него переходим. И давайте посмотрим, что с ним можно сделать еще. Значит, вкладочка данные. Это работа с базой данных. Мы можем написать свое API. Если нам недостаточно работы, вот просто создал, обновил, удалил функционал. Если у нас есть взаимодействие, например, между несколькими таблицами, между, ну, более какое-то сложное, чаще всего есть необходимость писать API. И вот как то, о чем я говорила. Можно задать свой планировщик задач, можно создать уведомления, можно сконфигурировать, вот, собственно, авторизацию, которая будет в вашем приложении. Хотите Microsoft аккаунт, хотите Facebook аккаунт, хотите Twitter аккаунт. И все эти данные будут в том самом объекте юзер, которые вы видели на скриншоте. Вы можете пользоваться ими в том виде, в котором вам нужно. Вы можете использовать возможности для масштабирования сервиса. У нас бесплатный сервис, поэтому тут будет очень мало возможностей. Ну, вот в более продвинутых конфигурациях вы можете менять количество ресурсов, которые выделяются под обслуживание ваших сервисов, конфигурировать сколько и когда вам надо пуш-уведомлений отсылать. Ну, и, в общем, такие специфические вещи. А сейчас мы перейдем к вкладочке дата. Тут сейчас одна таблица. То есть вы можете создать еще одну таблицу, работать с ней так же, как с этой. Можете работать с ней, как вам будет, как вам больше нужно по требованию вашего проекта. Тогда вы переходите в таблицу. Вы видите, во-первых, это данные, которые в ней сейчас находятся. Вот, кстати, как выглядит софт-делит на практике. Вот у нас есть запись, которая удалена. Мы ее не видим. Но она у нас в таблице осталась. Это тот самый сегодняшний таск. Это может быть нужно для того, чтобы иногда надо посмотреть или историю, или по ошибке удалены какие-то данные. То есть это, в принципе, хорошая практика. И, собственно, вот скрипт. Какие сейчас есть операции для работы с этой таблицей. Это тот самый, вот, та самая логика, которую вам не хочется писать в вашей IDE. Писать 10 раз. Вы хотите написать только вот логику, без всех оболочек, без всех инициализаций ваших данных, объектов. Вот у вас есть только ваша логика для вставки, например, то, что вы видели. А теперь смотрите фокус. В нашем приложении есть валидация на вставку новой записи. И мы не хотим, чтобы она была больше 10, меньше 10 символов. Но у нас, если мы попробуем изменить какую-то запись существующую, ну вот, например. Мы ее обновляем. Мы обновляем страничку. И мы… А, мы уже получили… Я не сохранила. Да, у нас не дает обновить эти данные, потому что у нас есть валидация не только на insert, но и на… Ага, сейчас. Значит, надо все-таки перезапуститься приложение. Сейчас, одну секундочку. Да, вот после перезапуска приложения, это я в рефреш не нажала. У нас не сработала никакая валидация. То есть мы спокойно обошли ее. Собственно, потому что вот здесь у нас нету… Давайте мы вот возьмем и просто скопируем этот код и добавим валидацию для обновления данных тоже. А сейчас, смотрите, я просто сохраняю скрипт вот здесь. Перехожу в мое приложение и пытаюсь поменять название чего-нибудь еще. Обновляю. И вижу, что у меня уже сработала валидация. То есть мне не надо было ничего пересобирать, компилировать, тратить много времени на то, чтобы правильно написать архитектурно, структурно. Я просто зашла с любого компьютера, может даже со своего планшета, через веб-интерфейс, поменяла немножко код и у меня приложение работает так, как мне надо. Собственно, это самая, наверное, удобная вещь, которая есть в мобильных сервисах из всех их преимуществ. Это, наверное, все, что я хотела вам показать. Да, и я буду рада ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Как я понимаю, это совершенно не бесплатно, но у меня два вопроса. Первый. Сколько это стоит вообще, этот ажур? А второй. Есть ли какие-то скидки для студентов или, не знаю, для стартапов? Есть. Есть программа DreamSpark, которая предоставляет большие возможности для стартапов. То есть она дает там на два года вам, по-моему, кредит на 150 долларов в месяц на пользование всеми-всеми ресурсами Azure в этих пределах. Для студентов тоже эта программа есть. Она называется так же. Вам надо в вашем университете узнать, кто этим занимается, и вам сделают как бы эту подписку. Плюс по поводу того, что это не бесплатно, как вы видите, многое есть бесплатно. То есть я показывала вам сервисы в бесплатном режиме. Практически для всех вещей, которые вам хочется именно потрогать, руками, посмотреть, вы можете создать себе, на самом деле даже не используя эту программу, вы можете создать себе триальную подписку на один месяц, и большую часть того, что предоставляет Azure, вы можете таким образом попробовать. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Есть такой вопрос насчет того, что чем это лучше, чем развернуть просто обычное веб-приложение на том же облаке и поддерживать его? Или я не очень понял? Не, я вообще не понял, как разворачивается, как попадает с облака на мобильный и попадает ли оно вообще? Смотрите, приложение находится в облаке, а на мобильный попадают только те данные, которые возвращаются. То есть HTTP ваши вот эти запросы. И, собственно, все. Ну, то есть как бы ничего вам не мешает создавать приложение, размещать его в облаке, им пользоваться, если это какой-то ваш там сайт или что-то такое. Но это просто один из вариантов, который может быть полезен для каких-то вот случаев, которые я пыталась вам, например, здесь привести. То есть… Это как еще один из способов. Ну, как бы да. Но на самом деле вот приложение в данном случае получается разбито на две части. Одна часть, которая написана за вас и находится в облаке, и вот вы ее чуть-чуть редактируете, как я сейчас показала. А вторая часть, которую вы скачиваете, и она у вас будет на вашем мобильном устройстве. И там у вас как бы вы работаете с ней. Ну, вот я показала пример. Наверное, не очень много показала. В общем, это был PhoneGap. Вы можете работать с любой другой платформой. И еще вопрос. Вот эта часть, которая на мобильном расположена, это представление и… Это только представление. А, это только представление. Да, то есть это только представление. Вот в том-то, в общем, и суть, чтобы все отправить в облака. То есть мы сначала стучимся к ажуру, он нам выкачивает представление. Да, да. Нет, представление у вас находится на вашем устройстве, и оно знает, как постучаться в ажур к этим сервисам и получить нужные ему данные. А как мы тогда забираем это представление? Что? Как мы забираем это представление, чтобы оно попало к нам на телефон? Ну, так, как любое другое. То есть это просто обычное приложение для телефона. Я понял. Спасибо. Так, вот там был вопрос. Добрый день. Вопрос заключается в следующем. Для всех не секрет, что с внедрением 3G интернета у нас сейчас интернет стал быстрее, но трафик ограничен. Какое потребление трафика у этого приложения? Я понимаю, что если это блокнот, то трафик там минимален. А если мы захотим создать приложение более ресурсоемкое, трафика у нас как бы немного. Трафик будет вот абсолютно адекватный тому количеству данных, которые вы будете передавать. Никаких скрытых данных, которые использует, передает это приложение, у нас не будет. То есть если у вас много данных, которые у вас должны передаваться через интернет, у вас будет много трафика, но вы от этого никуда не денетесь. Вот здесь было. Здравствуйте. Вопрос по поводу языков остался. И еще один вопрос сразу задам. Вот интересная платформа действительно, сервис, как это все делать. И много плюсов услышали. А какие минусы вот в общем Ажура и по сравнению с конкурентами? Ну, такие же сервисы есть не только у Ажура. По поводу языков. Значит, сейчас я знаю, что точно есть .NET, Node.js, Java, PHP, Python. Эти пять языков, вы можете писать на них приложения, размещать их в Azure и абсолютно нормально взаимодействовать со всеми сервисами, которые предоставляется Azure. Насколько я знаю, ребята не собираются на этом останавливаться. То есть список языков будет увеличиваться. Теперь по поводу недостатков. Ну, вот лично я, наверное, не буду советовать опять же такие приложения для чего-то очень глобального, сложного, требующего очень гибкой настройки. То есть это идеальный вариант, когда вам надо сделать быстро какой-то прототип. Например, вы знаете, что у вас послезавтра будет встреча с человеком, который вам может потенциально дать проспонсировать какую-то разработку какой-то вашей идеи, но он хочет знать, что ему надо что-то видеть, что у вас уже что-то есть, а у вас два дня. Вот в таких случаях, когда вам надо что-то быстренько показать на коленке, это просто идеально, потому что вы думаете реально только о том, что будет делать именно ваше приложение, и не пишете ничего лишнего, и даже в некоторых случаях вам не надо настраивать ничего у себя на рабочем компьютере, никаких дополнительных сред разработки. А если смотреть на что-то более сложное, со сложными взаимодействиями, то, конечно, я бы, наверное, не рекомендовала использовать мобильные сервисы, просто потому что вы в какой-то момент столкнетесь с какими-то ограничениями, которые будут очень сложно обойти, и все преимущества, которые они предоставляют, нивелируются тем, что вам надо будет делать слишком много неприятной работы для того, чтобы обойти ограничения. По поводу того, чем лучше или хуже Azure по сравнению с другими провайдерами, я вам, честно сказать, не могу, потому что я не раскапывала так глубоко. Я знаю, что они очень стараются как бы предоставлять сервисы на уровне того, сколько они требуют в качестве оплаты. То есть если они говорят, что у них там будут какие-то минимальные время на восстановление данных в случае чего или еще что-то, то они действительно это гарантируют. Я знаю, что из преимуществ Амазона есть то, что там вам проще получить бесплатную подписку, чтобы что-то посмотреть. Возможно, там даже есть не на один месяц, а чуть-чуть на дольше, там на год можно пользоваться сервисами, если вы там доказываете какие-то пункты, что вы там или в каких-то научных целях, или вы студент, это надо почитать. Но на самом деле это вот дело вкуса. Плюс я бы, наверное, еще сказала, что для Azure все-таки более такой родной платформой является .NET, для того же Амазона родной платформой является Java. Поэтому обычно, когда выбирают, где будет, собственно, размещено приложение, часто еще обращают вот на это внимание. Еще вопросы? Пожалуйста. Следний вопрос. У вас был пример, где серверная логика была написана на Node.js. Если у нас серверная логика будет на .NET, мы на лету, получается, не сможем менять выполнение? Нет, не сможем. То есть это приложение, это тип проекта, который вы должны развернуть у себя в Visual Studio и поддерживать так, как обычный проект. Ну, как бы тоже с предоставлением простого размещения в Azure в два клика на самом деле. Понял. Спасибо. Но я знаю, что ребята из Microsoft работают над тем, чтобы это можно было делать в том числе из портала. И, кстати, есть даже сервис, который называется Visual Studio Online, который позволяет, вот я думаю, что такие как раз случаи обрабатывать. В Visual Studio Online, я знаю, там поддерживается Continuous Integration, то есть получается сразу будет паблиш. А здесь вы показывали, что вы зашли в таблицу, да, и с каждой таблицей связаны определенные операции, изменили и сразу оно сбилдилось, получается. Да. Вот. То есть вы имеете в виду, что такое же сделают для Дотнет? Для Дотнета просто немножко будет другой порядок действий, который вам надо сделать, чтобы это же сделать. То есть вы заходите в ваш этот проект мобильного сервиса через Visual Studio Online, вы видите практически полноценную Visual Studio у себя, там даже есть интеллиссенсы, какой-то аналог Решарпера, и вы тоже по сохранению, вы там нажимаете какой-то билд, и оно автоматически тоже вам делает билд паблиш. Просто, ну, как бы если у нас бэкэнд написан на Дотнете, то там будет не так мало кода, в общем-то, и не так все привязано к таблицам и так далее. Я понял. То есть из портала в любом случае Azure не будет такого? Нет, это будет как раз из портала Azure. То есть Visual Studio Online находится в портале Azure. А, все, понял. Спасибо. Здрасте, еще один вопрос. Очень просят. Хэштег вообще дно. Смотрите, просто-напросто вот вдогонку товарищу. Можете, пожалуйста, на примере, скажем, вот если взять аналог, там, а-ля розетка или OLX, там, что оставляем, скажем, на телефоне, что там держим в облаке. Спасибо. Вот то, что вы видите перед собой, у вас остается на телефоне. Все, чего вы не видите, все уходит в портал. Ну, то есть… Ой, я не знаю, OLX. Ну, то есть вам надо получить информацию о товаре, информацию там о каких-то последних покупках, это вся информация, вы ее получите, вы ее увидите. А когда вы собираетесь совершить какую-то покупку, вот после того, как вы нажимаете «купить», все дальнейшие действия, они будут происходить уже в облаке. То есть вот, ну, как бы я же говорю, что вот на телефоне у вас только то, что вы видите. Я ответила на ваш вопрос? Спасибо.